всем привет мои хорошие девочки и мальчики а то они всегда обижаются что я к ним не обращаюсь в общем привет всем вы уже заметили дачу я вам показываю я выключила одну лампу но и так как везде кругом светят лампа кажется что здесь темно но нет на самом деле здесь светло вот так что ли повернуть эту лампу чуть-чуть ну чего давайте я вам покажу своих малышей а то вы просите просите а я все никак со своими грибами и лесом мхом не доберусь до малышей знаете что я вам хочу сначала показать красоту из мха вот в этих баночках у меня уже растут высаженные малыши вот но заметно до что здесь мог они питательная среда и вы посмотрите что здесь деется смотрите какая красота растет мух я его применала как только могла специально чтобы они ну чтобы мог не перерастал малышей но мог решил по-другому и вот они малыши сидят вот такие прям там вот здесь под мхом вот под этим тоже есть малыши девочки но я их уже не вижу и вот даже не знаю как посмотреть если честно ну вот они там есть они везде здесь есть вот мог их спрятал думаю может не трогать пускай сидят раз им нравится но вообще подумываю их чуть-чуть пересадить ну конечно не сейчас девчатки сейчас мне совершенно некогда с лесом кстати мог мой и вот сюда я их сажала в сухой мог и вот так вот он сухой приметы прям при трамбованы книзу мог еще вспышку включила и вот так вот решила сегодня снять пока у меня руки от грибов чистые чтобы меня не ругали зрители что показываю с грязными руками ну кто занимается лесом те знают что в летний период руки отмыть очень сложно знаю все способы и лимоном и всем ну вот такой красотой хотела с вами поделиться посмотрите как шикарно растет мох здесь малышки каменные розы сидят они не захотели почему-то я их пересаживала пересаживала из одной среды в другую они не захотели там жить заносила я туда инфекцию если быть точнее и мне уже жалко было их обрабатывать опять и я их высадила в мох ну как вы видите прекрасно растут еще у меня одни малышатки на складе ворхо квартире тоже тоже там растут хорошо ну и вот эти тоже прекрасно растут фокус конечно как всегда с нами не дружит но я думаю что вам видно этих мали пусечек ну вот по сравнению с моим ногтем смотрите да не совсем маленький но ничего они растут они вот так в тепличке вот просто прикрыта баночка и они растут вот здесь тоже самое тоже есть малыши но мог растет быстрее чем малыши вот они видите даже крапивка растет вот а не буду трогать пускай уж все как есть вон они малыши там под мхом тоже есть наверное малыши не наверное есть мог тоже этот приминала но он перерос малышей поливаю конечно здесь очень редко надо их пересадить маленечко это вот такая орхидейка будет то же самое произошло также заплеснивала среда после пересадки и мне пришлось пересадить их мог гребуть что будет но видеть все прекрасно я кстати сюда в мох то пересадила в четвертом месяце да ну вот по крайней мере вот эту баночку следующая баночка у нас вот такая орхидейка бабочка очень красивая вот и здесь конечно малыш очки так гораздо больше смотрите какие здесь они прям так вообще активно но все от сорта зависит все зависит от сорта как сделать чтобы она смотрите вот по сравнению с моим пальчиком видите какая крупная прям прям он там вообще вам хе сидит вот здесь тоже они есть вон они там спрятались но вот уже приминать мог здесь вот там тоже чувствую что есть хоть вытаскивай мог вон они видите вот они крошечки мог их перерастает ладно займусь как нибудь и вот даже не знаю как его теперь здесь утрамбовать чтобы он не поднимался он все равно поднимется вот так растет мой мох сфагнум кстати девчат мох можно у меня приобрести добавляйтесь ко мне в vk ссылочка есть под каждым видео мог кора всякие там отравы химикаты против насекомых хорошие у меня есть он видите по пропалываем с вами вместе пошли на прополку называется вот такая вот красота здесь их много думаю что я скоро буду по-другому сажать пускай пока сидят сюда я их посадила вообще без корней так получилось но сейчас мы уже прям богатыри и у мою богатырши пусть сидят не будем их тревожить им здесь нравится на совсем до конца не закрыта тепличка вот один краешек вот так закрываю здесь воздух попадает очень редко открываю девчат потому что ну просто некогда что вам еще показать вот такие вот эти уже тоже такие большенькие осьминожки царить как поднялись эти уже пойдут наверное я так думаю по отдельным стаканчиком скоро приблизить может вам будет лучше видно вот они эти да ведь уже прям королевишны но пока заниматься мне ими конечно некогда вон там у меня видите не дождались пересадки и хотела пересадить распекировать ну что-то может оттуда выберу но именно этого сорта очень много у меня поэтому я не расстраиваюсь вот это кстати каменные розы бабочки а здесь у нас вот такая красота это у нас пират пикати мама и и вот это каменная роза бабочка папа вот вот такие вот красотульки но эти спокойно еще до зимы проживут в этих баночках подрастут все будет прекрасно с ними так что вам еще показать здесь вот тоже есть небольшие маленькие это сезам чеки девочки фласками не продаю по крайней мере пока может на следующий год летом если будут готовы к высадке лишние фласки то может и буду продавать ну а эти уже когда подрастут малышками пойдут смотрите там одна какая большая она больше моего пальца ну вот она уже хочет на пересадку это еще у меня первая питательная среда здесь и она такая более не очень жиденькая такая сильно густая и они не могут свои корнюшки пробить в эту среду конечно уже потом другая другую среду варила когда уже здесь у меня помню тоже да здесь тоже каменные розы тоже их пикировала рассаживала тоже видите среда густая и корешочки не уходят в субстрат но какие-то вот уходят видать какие посильнее сами по себе какие-то вот уходят к верху девчат ну там наверно прям доставать не буду их но тоже видно что вот так крупная уже малышатки сидят сейчас кого смогу уж вам показать поближе здесь вообще поле такое прям у меня я не знаю осьминоги осьминоги 3 а это с 3 0 5 23 среда варилась тоже есть и крупненькие и маленькие буду крупных уже убирать в мох малышей буду наверное пересаживать все таки в питательную среду питательная среда у меня кнуться на она есть в интернете можете посмотреть все должно быть очень стерильно ну я не профессионал по этому делу я первый год этим занимаюсь в ноябре будет наверное в октябре будет год как я сварила первую среду и вот такие у нас вот видите здесь уже пожиже среда они убегают вон корешочки субстрат и вон там еще маленьких зародышей сколько надо пересаживать но мне пока никогда ой девчат но тоже крупненькие такие сидят вот тоже смотрите сколько их тут прям поле поле и запотевшие не видно растут девочки растут мои хорошие вы переживаете пишите все растут он там тоже густота пойдемте на другую полочку муж там чё получше увидим ну вот этот у меня контингент 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 все татары кроме я здесь вообще ничего не увидим все запотевши ну в общем вот эти кракозябра чки маленькие самые первые на пересадку и так думаю что я их уже очень скоро пересажу вон там листики у нее нижние желтеть начали потому что корни видите сверху и им не хватает питание и листики начинают уходить он они все корни здесь поэтому уже очень скоро на пересадку у меня тут мошкары сколько на свет по прилетала я сюда очень редко захожу к ним здесь детка выращенная из цветоноса у нее у этой детки по моему он там еще детка растет вот такая крупная вот она довольно таки крупная уже это из цветоноса выращенной из почки вот тоже деточка из цветоноса и она кстати не одна вон видите ниже еще одна детка растет выше детка ниже детка скоро буду их разделять вон там еще зелененькая вижу тоже детка будет вот из одной почки получилось три деточки он здесь тоже плохо там видно сейчас света подключала здесь тоже не ничего не увидим все запотело нет нигде не подглядим не видно в общем потихонечку растут это уже пересажена из пробирок совсем ничего ой что-то поймалось вроде запотевшая баночка здесь будет плохо видно в общем она там есть вот здесь каменная роза одна королевишна сидит маленькая была я ее попробовала пересадить одну пожалуйста пошла в рост вот захотела расти 1 пускай растет так здесь сейчас не увидим запотела из незрелых семян зашла у меня там одна но из одной может получиться потом в итоге много здесь одна взошла вот здесь не запотела видно видите зелененькая тоже одна взошла это вот такой бегле красивый но из этой одной потом может получиться много поэтому я не переживаю так это мы с вами осьминожек посмотрели здесь тоже вот такие девчат много все не покажу конечно но растут это кстати смотрите белобеглиб мама и папа каменная роза вот здесь мой эксперимент удачный сейчас не наврежу наверное я и видите сколько их много надо рассаживать это вот кучка деток это была одна орхидей к я взяла у нее попку отрезала и поместила ее отдельно саму орхидей q посадила отдельно вот она большая уже стала и вот здесь у нас еще одна образовалась тоже детка в общем часть попки разделила у орхидей ки вот здесь намного частей здесь ведь темненько здесь ничего не получилось а из остальных все прекрасно получилось вот здесь даже в этой кучке вот уже одна такая большенькая деточка вот так здесь у нас тоже вот такие красотки видите кто посильнее помощнее вон они корни уходят прям в субстрат надо пересаживать этим надо заниматься а мне прям вот пока совсем некогда этим заниматься поэтому они пока до зимы у меня опа в самостоятельном плавание здесь у нас кто самой интересно уже забыла тоже большая прям уже вон упирается здесь тоже белый беглиб мама и папа каменная роза бабочка здесь тоже экспериментировала вон она большая какая тоже до зимы просидит а там пересадим и вот еще одна надо из них наверное сделать много разделить их жалко девочки резать ну попку возьмем опять их не сделаем из них еще парочку орхидеек так вот здесь вот тоже сидят большие такие уже это который вообще я не пикировала не трогала они сразу как я их семенами посадила так вот они сидят это тоже мой эксперимент для будущего моего ну чтобы знать что и как лучше вот здесь вот я их пикировала пересаживала это тоже белый беглиб мама и папа каменная роза вот тоже смотрите но здесь мутная баночка здесь будет плохо видно хорошенький такие прям большенький вон там сзади вообще прям большая такая не знаю как ее показать никак не покажу вот она у стеночки лежит вот я открыла их домик то здесь и они сразу запотели здесь тоже каменные розы уже тоже хотят пересаживать тоже такие все большие вот так может получше будет видно видите какие прям большие уже тоже надо все пересаживать все прекрасно себя чувствует есть потери ничего не говорю не без этого этим надо заниматься вот тоже смотрите сколько и это все маленькие маленькие орхидейки протокорма их надо рассаживать сейчас делить по другим баночкам иначе самые сильные задавят вот этих малышей но мне пока некогда этим заниматься чуть-чуть наверное попозже я этим займусь уж доживут они я думаю красота все равно так приятно смотреть на то что ты сотворила вот одна девочка мне присылала цветоносы и и цветонос к сожалению вообще ни один не выжил вот но я и сразу сказала что здесь смотрите какое чудо цветонос посадила а он выпустил новый цветонос и вот надо разделить на много других почек видите и внизу выросла детка надо ее отделить посадить отдельно а вот этот цветоносик стерильный разделить на много других чтобы еще были детки вот ну вот это я вам показывала она цвести хотела прям здесь видите бутончик получился выпустила тоже цветонос здесь пока ничего нету и среда видите темнеть начинает надо надо пересаживать ну пока некогда тоже цветонос получился они детка в общем растут все мои эксперименты температура у них здесь доходит до 30 градусов вот открываю иногда эту свою импровизированную я сильную группу чтобы они проветривались тут не задохнулись совсем потому что это очень жарко для них 30 градусов потому что они сидят в баночках баночках представляете еще жарче все включаем свет обратно розовый ламп у меня здесь много у них стоит в общем девочки растут наши малышатки растут так что к следующему году будет интересная красота на пусть и пока ничего не выкладываю но девчат времени не хватает ни на что лес забирает все свободное время вот эти конечно малыши во мхе меня вообще радует то что они живут все хорошо еще ни разу не удобряла вот сколько они месяца наверно 4 месяца они у меня живут во мхе я его еще ни разу здесь не удобряла их вот так они сидят вот уж буду что-то с ними делать другую пересадку им какую-то буду делать чтобы мне было их получше видно может добавлю сверху маленько коры также мог сделаю и на кору их посажу наверное но вы все это увидите это будет конечно девчат не сейчас а ближе вот к зиме я думаю когда лес закончится поэтому кому интересно дабы дальше следить за всем за этим добавляйтесь ко мне в vk там же вы сможете и мог приобрести кору для орхидеек и какие-то вот отравы все такое прочее так растут орхидеи в банках питательная среда это кнутся на наберите в интернете она у вас вылезет она есть в википедии но единственное делать надо все все стерильно малышей я сажаю сейчас в ламинаре который у меня появился сейчас будете спрашивать откуда мне его сделал муж ламинар вот а так если его покупать хороший ламинар он стоит больше ста тысяч но профессиональный прям ну мой не хуже профессионального все в нем стерильно на стерильность я уже его не раз проверяла все замечательно все мои хорошие вот такая вот красота сегодня перед вами предстала а то вы спрашиваете спрашивайте как там малышатки как там малыши растут девочки все с ними хорошо их много но скоро будет их еще больше потому что у меня зреют еще чудесные коробочки с очень красивыми сортами спасибо всем не забывайте переходить в описании под видео смотреть меня можно на цене там выходит гораздо больше видео и они там выходят в первую очередь жду вас на яндекс зене кто будет смотреть меня там этим вы меня поддерживать пара поддержите простимулируете поможете мне и заработать потому что вот для этого всего надо немало все равно средств чтобы вот эти малыши получились добавляйтесь ко мне на яндекс цен добро пожаловать буду очень рада вас там видеть там вы будете видеть все мои видео и о жизни и олесе и об орхидейках и о многом-многом другом всем пока мои хорошие до новых встреч